также покажу вам лимончик мой который очень классно зазеленился пусть и молодые побеги красивые и недавно я обнаружила на нем щитовку и расскажу как я с ней боролась осматривала я его и заглянула на обратную сторону листа и увидела щитовку что я сделала я взяла ватный диск намазала дегтярным мылом брикетированное сухое увлажненный ватный диск просто провела по мылу и скажем так мыльной основой намазала сняла полностью механическим путем всех щитовок проверила все листики полностью в конечном итоге я обработала как завершающий этап я использую вот такое вот золо средство это золо шампунь от блох и клещей вот такой у него состав перетроид и генопол и геноген это как раз таки эти компоненты борются с вредителями насекомыми и вредителями на теле животных и не только на теле животных но и я его использовала так очень хорошее средство от пти от паутиного клеща и всех остальных вредителей которые водятся на наших растениях даже возможно он поможет от мучнистого червеца надо пробовать попробуйте не пожалеете в общем несколько капель на вот такой вот поливизатор небольшой набрала две-три капли взбивала в пену и полностью полностью опрыскивала растение хорошо проходилось по задней части листа и не смывая я оставляю растение в таком вот виде в общем уже прошла неделю или полторы после обработки что я вижу мое растение просто зазеленилась оно было такого неприглядного вида вот эти вот старые листики они были буквально как неживые они были такие знаете как такого цвета вот еще остаточное явление такой вот желто-коричневого как неживой этого зеленой окраски здоровой не было то есть но было полностью высосаны с него соки и растение было так неживое а теперь я даже на ощупь чувствую что растение эластичное есть достаточно сухо в тканях да погрызенная ну по крайней мере уже чистенькое и и живое так что вот такое вот средство от борьбы от щитовки и не только от щитовки от всех вредителей которые вводятся на наших растениях даже возможно использовать на орхидеях когда я опрыскиваю даже стараюсь опрыскать землю вокруг горшочка чтобы немножко не надо там сильно проливать опрыскать стволик просмотреть конечно стволик нужно и вокруг горшочка земляной ком вот такое нехитрое средство и конечно же после этого я постоянно теперь просматривали ничего не появилось ничего не появилось это очень радует растение зеленая бодрая растущая так что такие вот дела возьмите на заметку это средство я использовала на цимбидиуме потому что он стоял на балконе целое лето там тоже может появляться паутинный клещ и когда я заношу цветы из балкона уже на зимовку тоже делала профилактику опрыскивала этим зоу шампунем также я опрыскивала розы от ли я уже говорил еще расскажу очень эффективно через полчаса час для на растение погибает это видно невооруженным глазом просто эти препараты компоненты которые входят в этот зоу шампунь они парализуют мелких насекомых они просто умирают если они есть обязательно обязательно будет результат положительный вот такие дела мои дорогие всем спасибо за внимание с вами была ирина подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые полезные видео всем до новых встреч пока пока